Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о судьбе и творчестве Владимира Басова, советском актере, кинорежиссере и сценаристе, народном артисте СССР, участнике Великой Отечественной войны. Владимир Басов родился в 1923 году в поселке Уразово в семье учительницы и военнослужащего. Отец закончил Тартузский университет, был офицером, командиром пограничных войск. Через восемь лет после рождения сына он погиб в боях. После этого жизнь семьи изменилась. Как вспоминал Басов, его детство — это многочисленные переезды и странствия по стране. Жили они с матерью и в Воронеже, и на Волге, и в Курске, и в Липецке. Мать в 20-е годы обучала крестьянских детей грамоте и литературе, работала секретарем районной газеты. Она много занималась с сыном, поэтому он пошел сразу в третий класс. Каждый год будущий артист менял школы, но это не мешало Володе прилежно учиться и закончить 10-й класс в Москве. Мать часто брала его с собой на агитационные спектакли, и Басов мечтал о карьере актера. Летом 1941 года Басов пришел во ВГИК, чтобы узнать правила приема в это учебное заведение. Ему объяснили, какие документы для этого требуются, какие экзамены предстоит преодолеть. Он ушел, твердый уверенный в том, что обязательно поступит. Но в его радужные планы внезапно вмешалась война. Уже в июле 1941 года Басов записался добровольцем и отправился на фронт. Он прошел всю войну, получил медаль за боевые заслуги и орден Красной Звезды. Победу Басов встретил в Прибалтике в чине капитана. Ему пророчили блестящую офицерскую карьеру, но Басов мечтал о театральном институте. В 1947 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа, который окончил в 1952 году. В 1950-1952 годах работал ассистентом режиссера, а с 1952 года режиссером киностудии «Массфильм». Первой режиссерской работой стала экранизация спектакля театра студии киноактера «Нахлебник». Как актер Кино Басов дебютировал в своем фильме «Школа мужества». По итогам проката 1954 года фильм занял десятое место, а на кинофестивале в Карловых Варах он получил приз как лучший воспитательный фильм. После успешного дебюта Владимир Павлович снимает ряд запоминающихся фильмов, «Первые радости», «Крушение Эмирата», «Жизнь прошла мимо», «Случай на шахте-8». В 1964 году Владимир Басов снял фильм «Тишина» по роману Юрия Бондарева, фильм получил главный приз первого всесоюзного кинофестиваля. Властям этот фильм не понравился, и его быстро сняли с проката. В том же году в фильме «Я шагаю по Москве» он исполнил эпизодическую роль полотера, которая дала старт его актерской карьере. Его режиссерские работы проходили незаметно, зато как актер второго плана, Басов стал известен всему Советскому Союзу. Он запомнился миллионам зрителей по ролям директора музея в комедии «33», «Тараканьего царя в бегах», «В фильмах», «Битва в пути», «Вечерний лабиринт», и можно приступать к массовому выпуску «Лабиринта». Басов часто брался за экранизации, так в 1960-х годах он снял гранатовый браслет по повести Александра Куприна и «Метель» по повести Белкина Александра Пушкина. Вершиной режиссерской карьеры Владимира Басова критики назвали четырехсерийную картину «Щит и меч» о советском разведчике Александре Белове. Фильм стал лидером проката 1968 года, его посмотрело более 200 миллионов зрителей. В 1970-х годах Владимир Басов продолжил активно работать в кинематографии как режиссер и как актер. Он появился в эпизодах в картинах «Капитан Немо», «Принцесса цирка», «Большая перемена», «Застыли, застыли, 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 повторим поцелуйчик, пожалуйста, подержите вот это, а вы, нет, вы отойдите, вы». «Мемино, женщина в белом», «Операция и другие приключения Шурика», «Трест, который лопнул» и многих других, снял четыре фильма «Возвращение к жизни», «Опасный поворот». «Я нехладнокровен и нерассудителен, для меня это не явилось такой неожиданностью большой, как для вас всех, я давно подозревал, что что-то в этом роде должно было произойти». Нейлон 100% и дни турбинных. Последней работой, экранизацией одноименного произведения Михаила Булгакова, Владимир Басов особенно гордился. «Ваша рюмочка?» «Я, собственно, водки не пью». «А как же вы селедку без водки будете есть? Абсолютно не понимаю». «Я тоже не пью на одну рюмку». Снимать фильм по пьесе Булгакова в СССР не разрешали, но Басов сумел договориться с руководством студии «Картина», которую критики назвали абсолютно булгаковской, вышла на экраны в 1976 году. Сам Басов исполнил роль штабс-капитана, ставшую одной из наиболее ярких в его карьере. Как артист Владимир Басов был весьма разноплановым, он обладал выразительной мимикой, огромным артистизмом и неотразимым обаянием. Наиболее ярко талант актера раскрывался в характерных ролях, часто отрицательных. Он был музыкален от природы, и хотя его голос был несколько специфичен, хрипловат, в фильмах он много пел. Среди таких героев, кандидат в женихи в мелодраме «Москва слезам не верит». Агент по недвижимости в комедии по семейным обстоятельствам. Озабоченный собственными похоронами клиент нотариуса «Выщите женщину». Но не стоит думать, что Владимир Павлович умел создавать только комические образы, он великолепно играл в классических картинах. Можно вспомнить его карусель «Преступление и наказание». Неоднократно артист снимался в фильмах на героическую тему «Срочно», «Секретно», «Губчака», «Тегеран-43». Отдельно стоит рассказать о детских фильмах. Басов сыграл всем известного Стампа в «Приключениях электроника» и «Серого волка» в «Красной шапочке». Травка, цветы не запутки, мама печет пирожки. В слове Дуримар в памяти всплывает фото героя в нелепом колпаке. Несуразного и смешного, занимающегося неприятными делами, чтобы заработать на жизнь. Владимир Басов проснулся ранним утром 17 сентября 1987 года, начал бриться, и в этот момент у него произошел второй инсульт, от которого он умер прямо на глазах сына Александра. Незадолго до смерти он написал сценарий к фильму «Мошеловка» по мотивам пьесы Агаты Кристи. Но снял картину, отдавая дань памяти этому великому человеку, его друг и кинорежиссер Самсон Самсонов. Первая жена, актриса Роза Макогонова, заслуженная артистка РСФСР, детей в браке не было. Вторая жена, актриса Наталья Фатеева. Народная артистка РСФСР, в 1961 году Владимир и Наталья развелись. Сын, Владимир Басов, кинорежиссер. Третья жена, актриса Валентина Титова. В 1978 году ушла к кинооператору Георгию Рербергу. Суд при разводе оставил обоих детей с отцом. Сын, Александр Басов, кинорежиссер. Дочь, Елизавета, танцовщица. Владимир Басов, лауреат государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых за фильм «Факты минувшего дня». Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Отечественной войны первой степени, Орденом Красной Звезды, Медалью за боевые заслуги, Медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Дорогие друзья, я благодарен вам за интерес к моим работам, которые вы выражаете своими лайками и комментариями. Всего вам наилучшего в жизни.